Завершающим этапом предшествовали этапы зонального уровня. Финалисты в каждый 12 сезон собрались в Нижнекамске. Соревнуются спортсмены в баскетболе, настольном теннисе, хоккее и лыжных гонках. В этом году участвует около 600 человек, а это 38 команд-участниц. Очень приятно, что с каждым годом количество образовательных организаций, которые участвуют в спартакиаде, увеличивается. Это очень важно, ведь ребята, приобщенные к спорту, занимающиеся спортом, они уже победители. Неважно, заняли ли они первое место, второе или третье, или остались вне пьедестала, они уже победители. Они занимаются спортом, а человек, занимающийся спортом, это победитель. Как и в каждой из дисциплин в баскетболе, команды разделены на две группы. Представители городов и спортсмены сельских поселений. На данный момент только идут самые интересные игры. Сегодня самый насыщенный день, второй игровой день. И сегодня, я думаю, что завтра на финальных играх уже будет решено. Сейчас никаких прогнозов делать нельзя, потому что все самое интересное происходит в данный момент. Победить сильнейший. Помимо основной программы спартакиады, сегодня каждый участник попробует свои силы в сдаче норм комплекса ГТО. Хочется сказать слова благодарности городу Нижнекамску, управлению образованием, за подготовку спортсменов. Потому что все-таки в финале спартакиады участвуют очень много команд из Нижнекамска и Нижнекамского района. Поэтому это значит, что уровень внимания к спорту Нижнекамскому находится на высоком уровне. Завтра последний день спартакиады. В Батыре пройдет церемония закрытия соревнований. А во второй гимназии нормы ГТО будут задавать директора образовательных организаций, администрация Нижнекамска и министр образования Энгель Фатахов. Кирилл Давкаев, Евгений Лызаев. Новости НТР.